Действительно, хочется уделить внимание этой теме, особенно летом, потому что мы одеваем красивую одежду, открываем некоторые части тела, которые зимой скрыты. И прежде всего, у нас шея и декольте относятся к открытым зонам летом. И какие процедуры будут актуальны, как за ней ухаживать? Вообще, для многих косметологов и, наверное, тоже клиентов очень актуальна эта тема. И поскольку, в очередной раз повторяюсь, что работа с этой зоной очень ограничена ввиду ее особенностей. На сегодняшнем вебинаре мы обсудим основные причины старения кожи, шеи и декольте, особенности ухода, плюс техникам восстановления как в салонном, так и в домашнем уходе, средства, которые больше подойдут именно для этой зоны, эффективные салонные процедуры, которые стоит ввести, наверное, летом, потому что зимой чуть-чуть расширяется спектр этих процедур и можно выполнять их в полном объеме. Также обсудим массажные техники, которые стоит включить, может быть, в салонные уходы, может быть, наоборот, какие-то исключить, также именно работая с областью шеи и декольте. И, конечно же, эффективные средства гильтек, которые можно применять как в салонном, так и в домашнем уходе. На что хотелось бы прежде всего обратить внимание? На причины раннего, наверное, старения кожи или быстрого старения кожи. Почему, если область лица не так выдает возраст, то, как правило, шея и декольте активнее старятся? Прежде всего, это именно кожа, которая имеет более тонкую структуру, то есть очень маленький слой эпидермиса, практически нет подкожно-жировой клетчатки. И, как правило, кожа в этой области, еще я бы сказала, у нас вообще кожа гормонозависимый орган, а в большей части даже, наверное, эстрогенозависимый орган. И здесь очень много факторов накладывается на причины именно старения. То есть в области шеи крайне редко, если это мы берем условно, как всегда, условно здоровых людей, да, то есть если нет каких-то дополнительных заболеваний, да, то, как правило, в этой области снижена выработка салоотделения, да, то есть нет и мало очень воспалительных процессов, да, если они есть, только это волосистая часть головы, да, и область подбородка. Так, в основном это сухая, очень чувствительная кожа, да, из-за постоянного контакта с одеждой, плюс сюда идет, добавляется, да, малое внимание при домашнем уходе. Почему? Потому что очень часто шее достается тот же крем, который мы используем на лице и иногда не достается, либо же просто обычные средства, да, там, которые идут при уходе за телом и все, что получается распределить в эту область, да, то и распределяется. То есть специального ухода какого-то для области шеи и декольте в домашних условиях практически не выполняется. Да, еще я пока готовила также вебинар, да, то есть эту тему смотрела, читала отзывы на разные средства. И знаю, что очень многие клиенты, когда им говорят, что нужно, вот, например, там, для шеи и декольте использовать дополнительные средства, да, или какие-то другие, возможно, специальные средства, да, то есть они считают, что их пытаются развести на дополнительную покупку. Иногда читаю отзывы, да, тоже, что косметолог пытался развести там на дополнительные действия во время процедуры, да, ну, и действительно шее уделяется очень мало времени и не достается средств, которые могли бы действительно... Еще раз добрый день, кто присоединился, которые могли бы помочь поддержать кожу в прекрасном состоянии, да. То, что относится к летнему сезону, да, то есть это тот факт, что в коже шеи и декольте, да, то есть находится малое количество меланоцитов и, соответственно, часто эта зона, по большей части, реагирует пигментацией на воздействие ультрафиолета. Также эта зона у нас с вами, да, относится в основном в летний период, если только там нас клиенты тоже смотрят, и то есть если ваш клиент, да, или наш клиент не относится к любителям высоких воротников, да, там водолазок, вот я очень люблю даже летом, да, то есть закрывать эту зону, то тогда воздействие ультрафиолета к шее притягивает еще дополнительные проблемы, да, то есть не только пигментация, а под действием ультрафиолета ластиновые волокна меняют свою структуру, кожа также становится более дряблой, и именно вот это фотостарение на шее и области декольте заметно больше всего. Также под действием ультрафиолета, да, то есть еще и снижается выработка гиалуроновой кислоты, собственно говоря, да, и... Ой, сейчас давайте проверим связь. Одну секунду, я настраивала, давайте попробуем еще. А так слышно, видно, я вот микрофон проверяю. Все хорошо слышно? Спасибо, спасибо. И продолжаем тогда уже под действием ультрафиолета, да, то есть мы поняли, что он не только дает активную пигментацию, да, но еще и быстрее всего пересушивает кожу, тоже нужно учитывать. Ну и один тоже из факторов, что из-за постоянной нагрузки на шейный отдел позвоночника и, опять же, если в уходах мало уделяется внимания, да, то есть этому мы получаем ослабление тонуса кожи, да, также снижение эластичности и кровоснабжения, да, а иногда нагрузка на шейный отдел приводит к дополнительному отеку, да, и постозности в нижние третьи лица и еще вот к образованию второго подбородка, да. Мы его туда тоже отнесем, и это не всегда избыточный вес, хотя это тоже накладывает отпечаток на область шеи, декольте, да, то есть активные жировые, большие жировые отложения в этой области, да. Туда же идет у нас неправильная осанка, да, вот сама грешу и хочется как-то все время себя поправлять, да. Дряблость кожи, да, и здесь вот это совокупно может быть, потому что я говорила, не только избыточный вес, да, но и приверженность некоторым видам диет, убирая, убирая излишние жировые отложения, да, еще и влияет на качество кожи по той простой причине, что при некоторых диетах снижается выработка коллагена, да, кожа становится дряблой, и вместо большого такого массивного второго подбородка мы имеем провис тканей, плюс здесь стоит обращать внимание еще и уделять внимание такой подкожной мышце, она действительно находится непосредственно под кожей, как платизма, которая способствует именно провисанию кожи, и вместо того, чтобы иметь прекрасный четкий овал лица у нас, начинает появляться провиж кожи в области подбородка, плюс, ну, это святое, да, то есть нарушение кровоснабжения и лимфотока, да, то есть дает пастозность нижней части лица, и это тоже влияет на состояние кожи и дает очень неэстетичный вид в этой области, да, и здесь совокупность именно проблем и еще малое количество, наверное, методик, которыми можно позволить себе манипулировать в салоне, усугубляет сложность именно работы и ограниченное количество техник, применяемых в этой области. Что, о чем хотелось бы еще поговорить, да, то есть это на самом деле для косметологов область шеи достаточно большая проблема, потому что из-за особенностей анатомических, и уже вот мы поговорили о качестве кожи в этой области, да, то есть есть ограниченное количество эффективных процедур, поскольку на передней поверхности шеи, да, то есть под практически платизмой находится у нас щитовидная железа, и некоторые манипуляции, в том числе и аппаратные, практически невозможны в этой области. Еще ограниченное количество, например, массажных методик, именно работы с шеей, поскольку под грудинно-совцевидной мышцей на этом уровне находится проекция сонной артерии, а точнее ее место ее разветвления, и очень интенсивные какие-то манипуляции, как массажные, так и аппаратные, могут спровоцировать изменение давления, да, то есть как повышение его, так и понижение давления, могут спровоцировать горлово окружение, возможно, кто-то уже с этим сталкивался, да, то есть когда после, я надеюсь, что никто не сталкивался, но иногда и косметологи, и клиенты говорят, да, у меня там после массажа кружится голова, поэтому я не люблю массаж, да, там мне легче, там, каким-то другими манипуляциями, это именно поэтому, да, то, что с областью шеи есть достаточно ограниченное количество методик эффективных, плюс еще из-за кожи, да, то есть из-за состояния кожи, самое главное, наверное, это то, что обычно и расхолаживает клиентов в уходе за кожей, ну, еще и косметологов тоже немножко иногда останавливает, это то, что в области шеи и декольте результат процедур, даже очень эффективных, он не такой долгоиграющий, да, то есть он не такой пролонгирован достаточно короткое время, и не так заметен эффект, например, так, как вот в области лица, именно поэтому, может быть, еще и в зоне шеи и декольте мало уделяется внимания, да, что мы делаем обычно, это относится и к салонному, и домашнему уходу, да, то есть устранение гиперкератоза, это первое, да, то есть то, чтобы придать внешний эстетический вид, да, то есть нужно делать, либо, сейчас перейдем к процедурам, да, то есть это устранение гиперкератоза, потом, как направленные и процедуры, и средства, да, на стимуляцию выработки коллагена, эластина, улучшение кровоснабжения и, соответственно, восстановление уровня увлажненности, ну, и я иногда это ставлю в первое, ну, вот поставила сегодня в конце, да, то есть укрепление мышц шейного отдела, потому что иногда, если мы берем молодой возраст, иногда этого достаточно, но уже во взрослом возрасте нужно сразу работать во всех направлениях, да, к таким процедурам, да, что можно делать в салонах летом, да, пилинг и его вариации сразу, ну, по время летнего периода, поскольку шея и декольте выдающиеся практически всегда открытая зона, да, то есть речь будет идти о совсем поверхностных пилингах, но из-за особенности кожи, да, то есть ее толщины, ее состояния, все-таки с областью шеи лучше работать с поверхностными пилингами, потому что большинство проблем всегда находятся на поверхности кожи, и какие-то глубокие пилинги, да, даже не срединные, я говорю про глубоких таких серьезных пилингов, да, то есть они, как правило, могут только ухудшить состояние, да, или усугубить ситуацию из-за самой толщины кожи. Также можно и в летний период все-таки лучше перейти на какие-то мягкие поверхностные пилинги, те же энзимные пилинги, либо совсем легкие пилинги, ну, например, такой, как пилинг с молочной кислотой, да, тут, соответственно, больше уделяет внимание другим манипуляциям. Дальше, в летний период все-таки вступают больше массажные техники, увлажняющие, тонизирующие средства и в домашнем уходе, и процедуры, направленные на увлажнение и тонизацию, да, для поддержания уровня влаги в коже, плюс мягкие аппаратные методики. Иногда вообще с кожей шеи хорошо работают инъекционные методики, но поскольку мы не говорим и говорим о средствах гильтэк, да, то есть мы говорим об астетических процедурах, а не о клинических манипуляциях, да, то есть очень часто и эффективно это доказано, и очень красивые работы у врачей-косметологов, да, то есть это работа шеи при помощи различных термолизов, да, плюс инъекционные методики, сейчас очень неплохо показывают себя, да, то есть нитевые технологии, да, при работе с шеей, но что делать косметологу в салоне, тем более сейчас мы дойдем до этого, мы как раз переходим к аппаратным процедурам, и мы как раз до них доходим. Ну, в основном, да, там, среди косметологического сообщества считается, что на влияние, да, уровня коллагена в работе с шеей, да, это, конечно, различные термолизы, ну, вот плюс инъекционные методики, а среди аппаратных методик прежде всего, ну, на мой взгляд, очень хорошо и летом это тоже выполняется, да, то есть процедура электропорации. У нас у Ирины Викторовны, нашего врача-физиотерапевта, есть вебинар на эту тему, и я думаю, что он еще будет повторяться, просто стоит следить за этим, да, у нас сегодня такой комплексный, как сказать, комплексный семинар, да, то есть мы сегодня будем планировать и выстраивать эти методики, да, отдельно по электропорации, он уже есть, можно посмотреть на YouTube-канале, да, по проведению процедуры, как, на каких режимах, и это действительно комплексное воздействие на ткани лица и шеи, да, то есть это абсолютно не повреждающая процедура, которая будет эффективна летом. И здесь вы можете внедрять любые сыворотки, да, то есть которые, любые средства, да, которые действительно будут эффективно работать. Курс процедур, как правило, просчитывается, да, то есть когда вы работаете с этой проблемой, да, то есть он обязательно просчитывается индивидуально у каждого клиента, но это, как правило, от 5 до 10 процедур, в некоторых случаях до 15 процедур, здесь рассматривается все индивидуально, да, и комплексная процедура, да, то есть работающая по всем именно направлениям, да, прежде всего, да, это стандартно, да, то есть очищение кожи, мы говорим о средствах гильтек, да, и здесь я как раз предлагаю для мягкого летнего пилинга использовать энзимную пектиновую маску. Большинство косметологов ее используют, да, как правило, еще для активных таких салонных чисток, как подготовку кожи для более глубокого разрыхления кожи к ультразвуковому пилингу. В принципе, можно здесь и совместить, ну, как правило, две физиотерапевтические процедуры лучше не выполнять, да, в одном флаконе, в одной процедуре в один день, да, поэтому для мягкого пилинга использовать хорошо пектиновую маску. Здесь мы, во-первых, будем работать в двух направлениях энзимпектина, помимо хорошего, полноценного отшелушивания, сам по себе дает очень неплохое увлажняющее действие, плюс осветляющее действие, да, и поэтому, то есть мы еще профилактически будем работать на пигментацию, да, мягко осветляя кожу и подготавливая ее к последующему нанесению сывороток, то есть прекрасно делаем очищение, да, и мягкий пилинг при помощи пектиновой энзимной маски. Классическая экспозиция, все, наверное, кто косметологи с ней хорошо знакомы, да, то есть это 15 минут, она смывается водой, можно при помощи салфетки. В момент нанесения маски можно ее оставить под пленку, да, для более глубокого разрыхления кожи, а можно сделать по ней мягкий лимфодренажный массаж, да, то есть и дополнить процедуру еще таким действием. Дальше используется любой тоник по типу кожи. Самый классический мы сегодня именно чуть-чуть попозже, когда будем разбирать все средства, про него поговорим, да, то есть тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера для дополнительной тонизации, да, и восстановления pH. И уже только потом мы наносим сыворотку и выполняем процедуру электропорации. У каждого аппарата свои режимы, да, то есть строго по инструкции к вашему аппарату. Если домашний кто-то использует гаджет, да, если кто-то из наших клиентов сегодня на семинаре, тоже так же четко по инструкции к аппарату выполняется. У каждого аппарата есть свои настройки, и поэтому лучше четко им следовать, да. Сама процедура выполняется именно так же в течение 15 минут, 15-20 минут, после чего классически мы наносим маску. Очень хороши для этой области маски, соответственно, с лифтинг-эффектом. Альгинатные маски, наверное, на область шеи, декольте самые идеальные, да, плюс, если хочется достичь лифтинг-эффекта, да, также для сухой, дряблой кожи очень хорошо работают коллагеновые листы, про них иногда забывают гидрогелевые маски, да. В нашем случае у нас есть как бы два варианта. Это маска акваудовольствия, которая наносится на 15-20 минут и вполне заменяет гидрогелевые маски, специальные патчи для области шеи, декольте, да, и по действию можно приравнять ее к нанесению именно коллагенового листа, да. И, или же для этой области можно также применить маску нашу фирменную, да, которая состоит из двух ингредиентов, да, это гель для сухой нормальной кожи, нео и лосьона, нео это тканевая маска, тоже мы ее потом проработаем, когда будем обсуждать конкретные средства, да, и, соответственно, после процедуры либо увлажняющий крем, либо крем-мультипротектор, если это дневное время, да, которое SPF 50+, да, так как всегда он идет постпроцедурным кремом после процедуры, да. Это, ну, одно из самых эффективных и, наверное, одно из самых моих любимых для работы. Именно в таком варианте можно себестоимость посмотреть, да, у нас есть методические указания, она получается на, по расчетам где-то в районе, по-моему, по себестоимости в районе 300 рублей. Я могу сейчас, пока мы будем продолжать вебинар, просто уточнить и напишу вам, потому что я сейчас на скидку не помню, но не более 500 рублей в себестоимости. Далее, микротоковая терапия, на мой взгляд, самая идеальная, да, но я тоже хочу сразу сказать, да, то есть мы здесь всегда понимаем, да, что мы не работаем в центральной части шеи, да, то есть там, где в проекции щитовидной железы просто хочется сообщить. И при работе с аппаратными методиками, да, то есть есть ряд противопоказаний, которые, собственно говоря, стоит соблюдать и на это тоже ориентироваться. Микротоковая терапия, да, то есть, наверное, повторюсь, самая идеальная, на мой взгляд, процедура, которая работает и дает явно выраженный лифтинг-эффект и способствует улучшению тонуса тканей, да, и есть возможность поработать с морщинами и улучшает микроциркуляцию, дает отличнейший лифтинг-эффект. Ну, наверное, это, опять же, отдельно по микротоковой терапии есть у Ирины Викторовны, нашего врача, физиотерапевта, который специализируется на аппаратных методиках. По-моему, уже два вебинара по микротокам есть для тех, для косметологов, кто уже работает один такой, он более сложный, и также для, он у нас называется, по-моему, микротоки для чайников, то есть такой очень простой, чтобы просто разобраться в данной методике и понять, как, какие способы работы, да, и чтобы не навредить ни себе, ни клиенту, ну, в основном он рассчитан на клиентов, поэтому тоже стоит его прям отдельно посмотреть, потому что достаточно информативный и он очень долгий. Также по всем этим методикам можно прийти на очный семинар и вместе с Ириной Викторовной отработать процедуру, можно даже попробовать быть ее моделью, да, то есть есть такой вариант. Я здесь немножко отвлекусь от темы нашего вебинара, да, поскольку уже начала говорить про очные семинары наши, в этом месяце по аппаратной косметологии будет у нас семинар буквально в конце месяца, по-моему, 23 или 25 числа в нашем шоуруме, в нашем ЦДК, в Центре диагностики кожи в Москве, и будет он посвящен лазерной биоревитализации. Она, кстати, тоже очень хороша для работы с шеей и декольте, но имеет некоторые ограничения, и лучше внимательно или прийти, или же послушать вебинар, который посвящен именно этой методике. Также в этом месяце у нас через неделю будет семинар очный по лимфодренажным техникам, да, то есть и в принципе работе с шеей в том числе, да, то есть будут элементы работы с шеей, да, то есть поэтому можно еще и прийти очно и посмотреть, или побыть моделью, потрогать все средства руками, да, то есть методика, и перехожу к непосредственно процедуре, да, то есть методика микротоковой терапии на этапе подготовки в принципе та же самая, да, то есть сделать демакияж, да, нанести энзимную пектиновую маску на 15 минут, можно включить мягкий лимфодренажный массаж во время аппликации энзимной пектиновой маски, можно оставить ее под пленку, как более глубокое такое разрыхление для подготовки кожи к последующему нанесению активных средств, да, то есть здесь вот эти манипуляции будут зависеть скорее всего от состояния кожи, если нет гиперкератоза какого-то активного, да, то есть если нет каких-то явных причин, чтобы побольше отшелушить кожу, да, то можно включить на этом этапе вместе с маской мягкий лимфодренажный массаж, да, чтобы опять же таки улучшить качество процедуры, да, или эффективность процедуры, хотя, например, микротоки очень дают хороший лимфодренаж, поэтому, например, с микротоками можно, ну, такую лайт-версию лимфодренажного массажа включить. Далее наносится либо гель-концентрат с низкомолекулярной кислотой, либо сыворотка, направленная на конкретные проблемы с кожей, да, тоже дополнительные сыворотки с вами обсудим, да, то есть под микротоки их много, их практически целый спектр, которые решают конкретные задачи. Далее процедура проводится 15-20 минут, после чего остатки геля удаляем чистой водой, и можно сделать, либо также закрыть маской, да, отлично, опять же, работают альгинатные маски, коллагеновые листы, наша маска с гелем-концентратом Нео, да, и можно также, вот с областью шеи прекрасно работают кремовые маски, у нас, к сожалению, в коллекции пока нет, она готовится к выпуску, питательные маски. Как правило, косметологи про них, ну, сейчас мало используют, про них забывают, хотя это зависит от категории клиентов, которые приходят к каждому косметологу на прием, да, как правило, сейчас у всех кожа комбинированная, это связано с очень многими факторами, и крайне редко у кого-то кожа какого-то одного типа, например, там очень сухая, и поэтому кремовыми масками сейчас как-то пренебрегают, а вот в случае работы с шеей декольте, идеальный вариант кремовых масок, и можно даже делать комбинации, да, например, на область лица мы наносим одну работающую маску, да, то есть которая будет решать непосредственно те проблемы, которые вы хотите решить в области лица, на область шеи, да, то есть такое зональное нанесение масок можно использовать, и на область шеи будем использовать кремовую маску, я думаю, что это очень будет идеальный вариант. Далее мы смываем остатки водой, и для завершения процедуры, да, то есть мы наносим либо увлажняющий крем, либо в летний период крем-фотопротектор, да, то есть какой-то либо мультипротектор, можно, тоже расскажу вам про нашу новинку немножко попозже, потому что хочется уделить ей внимание. У нас есть новое средство, вышло с защитой от солнца 30, да, это праймер, абсолютно прозрачный, идеальный для тех, кто еще и делает макияж, курс процедур микротоковой терапии, да, то есть классический, 10 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю, и именно микротоки, они, наверное, самые показательные в этой, для работы с этой областью. Также из аппаратных процедур очень хорошо работает RF-лифтинг. Я сразу хочу вам сказать, я не очень увлечена этой процедурой, но, видя результаты с моих коллег, которые работают именно с RF-аппаратами, я конкретно в салоне не изучала эту методику, то есть не обучалась работой с RF-аппаратами, поэтому очень поверхностно, прям совсем поверхностно, поскольку я вижу прекрасные результаты именно с этой процедурой, и что лично мне нравится, я наблюдаю у своих клиентов, это как быстрый эффект сразу после процедуры, да, так и пролонгированный эффект, который мы имеем через, например, там 2-3 недели. И при выполнении курса процедуры, кстати, очень часто, и я с этим тоже сталкивалась, после процедуры RF-лифтинга отмечается через несколько дней, да, так как правило неделя, у кого-то чуть-чуть раньше, у кого-то чуть-чуть позже, некоторое такое пропадание эффекта, вот первичного после процедуры, потом вот этот, и есть разочарование у клиентов, что вот процедура RF неэффективна, стала еще хуже, провисла кожа, особенно так говорят владельцы не второго подбородка, да, а именно владельцы слабости, платизмы, да, просто тоза провисания тканей, потому что через неделю очень виден, бывает, вот этот вот эффект дряблости, но как правило через несколько дней, да, то есть это отсроченный такой эффект в течение 2-х недель, идеальный тонус нижней трети лица, идеальный тонус шеи, за счет образования новых, нового коллагена, да, то есть, и поэтому эффект просто прекрасный, она действительно работающая. Также у Ирины Викторовны, как у специалиста именно по аппаратной косметологии, есть вебинар по работе с РФ, он достаточно длинный, на 2 часа, можно, я надеюсь, ей можно, и не надеюсь, а ей можно задавать вопросы именно по этой методике, поскольку все-таки это больше ее прерогатива, именно, и результат от РФ лифтинга в работе с кожей действительно очень хорош, и визуально, и эстетически, и именно улучшается качество кожи, если грамотно проводить процедуры, и еще давать дополнительный домашний уход. То, что касаемо массажных техник, да, то есть, наверное, наверное, может быть, кого-то разочарую. Самый шикарный результат в работе с кожей шеи декольте дает обычный массаж шеи на воротниковой зоне, который, ну, мало кто любит, да, и многие косметологи не очень любят его выполнять, либо частично включают его в свои какие-то техники, да, сейчас объясню, почему. Также очень хороший результат дает классический массаж лица, да, так называемый массаж по хабадзе, поскольку вот это вот чередование мелких манипуляций и малая нагрузка на ткани дает в области шеи декольте более явно выраженный результат, чем интенсивные такие глубокие массажные техники. Также общепринятое есть понятие хиромассажа, да, то есть есть два разных направления, есть испанский хиромассаж, есть французский хиромассаж, у них есть два автора, многие изучали методики, очень многие с ним знакомы, как бы и у нас в России некоторое, ну, большинство косметологов ознакомилось с методиками этого массажа, да, то есть где разнообразие применяемых техник, да, которые повторяются на протяжении всего массажа значительно и именно и у того автора, и у другого автора отдается большое количество времени во время массажа на проработку подкожных мышц шеи, проработку мышц области декольте, да, то есть грудинных мышц, и поэтому, то есть вот обе методики будут очень эффективны. Мы надеемся, что у нас тоже в нашем центре диагностики будет выступать кто-то из докторов массажистов, да, кто, возможно, покажет элементы хиромассажа, так ему можно, в принципе, обучиться. И из методик восточных, да, очень хорошо работает массаж скребком гуаша. По той простой причине, что помимо дополнительного очищения, да, то есть работы, скребок дает еще, помимо инфодренажного шикарного действия, очень люблю за эту гуаша, за хороший дренаж, если работать более глубоко, неповерхностно, да, можно прорабатывать, опять же-таки, глубокие мышцы, поработать с грудинной мышцей, очень хорошо поработать с задней поверхностью при помощи скребка гуаша. Поэтому одна из эффективных техник, да, из восточных, это будет работа именно с таким... К сожалению, да, но если вы помните, например, что в базовом обучении, да, как косметологов, так и косметологов-эстетистов, то есть базовое обучение классическому массажу, достаточно глубоко работает с областью декольте, позволяет проработать еще, а у нас за постановку шеи еще отвечают не только мышцы шеи, да, но еще и трапециевидная мышца, платизму мы уже обсудили, и именно классический массаж, обычный по хабадзе, позволяет с этим работать, да, то есть позволяет работать с поверхностными мышцами и прекрасно обеспечивает именно вот тот салонный уход и эффект от процедуры именно в области шеи декольте. Возможно, его мало кто, наверное, сейчас работает в классике, все равно все дополняют его какими-то другими мануальными техниками, да, и уже если косметолог работает давно, у него появляются свои дополнительные какие-то фишки массажа, массажа, да, но классика дает всегда базу именно под этот массаж. Что, почему, да, то есть стоит уделять внимание, да, этому по той простой причине, что вот эти массажи позволяют хорошо проработать именно область шеи и декольте. Да, то я оставила вот этот слайд, это именно те мышцы, с которыми стоит поработать, да, то есть с плотизмой, с грудинно-ключично, с осцевидной мышцей, да, с осторожностью. Вот я как-то на одном из семинаров сказала, что с лимфодренажным массажем стоит быть очень осторожным, вообще очень осторожным при работе с лимфой, чтобы не усугубить какие-то проблемы, да, то есть мне сказали, что, типа, почему, а что такого в нем, потому что можно иной раз действительно, ну, если эстетические проблемы, я иногда это показывала на видео, которые мы снимали, то есть очень быстрый лимфодренаж, да, то есть такой активный на мне, и я действительно показательный человек, да, в этом отношении, да, у меня такой усталая форма старения, и поэтому очень показательно, очень быстро уходит отек, и кожа лица, и очень кожа области декольте и шеи на это реагирует, и вместо эстетического удовольствия, красивой процедуры, мы получаем жеваную кожу в складках, особенно в местах тонкой кожи, да, то есть это область глаз, когда быстро уколешь отек, получаем отек, да, и наоборот, потерю тонуса также, и в области шеи мы получаем от активного лимфодренажного массажа обратный эффект точно такой же. Да, это потом все восстанавливается, и через какое-то время более-менее приличный, не более-менее, а красивый эффект, да, там, но сразу после активного лимфодренажа, то есть можно получить. Вообще, на самом деле, так же как и с лицом, так и с шеей, а с шеей, наверное, по двойному, на таком точечном вообще разбирать, еще стоит учитывать все-таки тип старения, да, то есть у мелкоморщинистого типа кожа шеи, как правило, выглядит гораздо хуже, нежели... Вот я как раз про это и начала говорить, смотрите, да, то есть здесь хорошо работать вот с мелкоморщинистым типом, да, то есть процедуры, которые идут на стимуляцию коллагена, да, то есть вырубку, да, и средства. При деформационном, при отечном, да, и очень много смешанных типов сейчас старения, да, то есть поэтому у нас очень мало в России, наверное, мускульного типа, потому что больше именно вот деформационно-отечный, это особенность славянских лиц, да, и, кстати, работа с шеей декольте для именно деформационно-отечного типа, именно славянского типа старения, да, сейчас уже есть такой мет, как бы термин, потому что Европа немножечко стареет по-другому и из-за климатических особенностей, да, из-за образа жизни и некоторых тоже вот национальных особенностей, то у нас больше вот все-таки деформационно-отечный тип старения, и здесь больше, да, подходят методики, да, которые включают в себя лимфодренаж. И, наверное, переходим дальше уже к составу косметики, на которые нужно обращать внимание, да, при работе с шеей декольте. Ну, прежде всего, да, гиалуроновая кислота алоэ вера для увлажнения, да, то есть на области шеи можно использовать все типы гиалуроновой кислоты, от низкомолекулярной, да, до наноформы, они все будут хороши. Клоген, неоцинамид очень хорошо будут влиять на укрепление верхних слоев кожи, да, эластин будет поддерживать тонус, да, и ее качество. Уникальные вообще, наверное, это действующие вещества, это пептиды, да, которые, в принципе, строительный материал для кожи, да, там не только для выработки коллагена. В летний период действительно стоит обратить внимание на витамины и антиоксиданты в косметических изделиях, да, то есть косметических средствах, именно наносимых в дневное время, это профилактика будет именно повреждений, да, то есть, и, собственно говоря, любые антиоксиданты значительно будут улучшать внешний вид. Просто вот когда говоришь, да, там, что нам витамины, стараются больше по, именно обратиться к более каким-то другим средствам, нежели к антиоксидантам, к витаминам, да, но летом это прекрасная замена каким-то тяжелым компонентам, которым нужно больше времени для того, чтобы показать отличный результат. Также хочу обратить внимание на такой компонент, как кофеин. Он прекрасно, если нет каких-то аллергических реакций, да, либо же нелюбви к нему, да, то он действительно хорошо улучшает кровоснабжение и делает кожу, шеи и декольте значительно эстетически лучше. Плюс очень хорошо будет помогать восстанавливать клетки кожи. И уже непосредственно по средствам, которые я буду вместе со средствами рассказывать способы и варианты их применения, да. Для аппаратных процедур у нас большое количество средств, которые можно применять практически со всеми компаниями. Гельтек на этом специализируется практически со всеми аппаратными методами. Один из эффективных гелей, например, там при работе с кожей, шеей и декольте, который будет работать по всем направлениям, это гель антивозрастной нео, да. Там есть самый, наверное, активный антиоксидант, который еще оказывает сосудопротекторное действие, много противовоспалительное действие, да, там это фосфолибидный комплекс, эти гидрокверцетина. В составе также, да, то есть гиалуроновая кислота, эластин, витамин С, да, экстракт платонуктона и зеленого чая. То есть это активное, мощное уплажнение, антиоксидантное действие, да, и прекрасный накожный лифтинговый эффект. Применяется практически под все аппаратные процедуры, да, и в том числе для процедур работы с шеей и декольте, да, то есть это микротоковая терапия, также лазерная терапия, РФ-терапия, да, электропорация, да, то, что активно можно применять. Также хотел бы обратить внимание для именно работы как раз вот с деформационно-отечным кипом. Это гель тонизирующий. Помимо тонизации, да, он еще и дает тоже хорошее увлажнение и явно выраженный вот этот вот лифтинговый эффект. Также он подходит под все виды аппаратной косметологии. Гель концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, мы с вами уже его в протоколе процедуры обсуждали, там низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая хорошо проводится практически всеми аппаратными методами и очень часто использует и в лазерной терапии, да, так называемой безинъекционной мезотерапией лазерной, также в РФ терапии очень хорошо использована, да, то есть совершенно прекрасная сыворотка. Я даже хотела бы сказать, что именно ее можно и в домашний уход на область шеи тоже применить. Из тоников, то, что будет особенно актуально в летний период, да, например, тоник с гиалуроновой и в работе с шеей декольте, да, тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Очень похож на тонер, то, что в таких сейчас вот корейских, японских уходов, да, то есть это нечто среднее между тоником и сывороткой, когда не хватает, когда кожа обезвожена, тогда, когда не хватает дополнительного увлажнения, это идеальное средство, да, то есть его можно и как стандартный тоник использовать, и еще для дополнительного увлажнения можно нанести как такую легкую, быстро проваливающуюся сыворотку для особенно сухой кожи. Гиалуроновая кислота, эластин и гидролизат коллагена в этом тонике присутствуют. Также применяется на этапе и подготовки к процедуре, да, то есть аппаратной и в домашнем уходе. Вот на летний период его стоит взять на вооружение в домашний уход, чтобы кожа не пересушивалась. Тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера, на мой взгляд, уникальный тоник, но это может быть моя такая любовь к нему, поскольку, несмотря на то, что в составе гидролизат коллагена и алоэ вера, он очень многофункциональный. И это мой любимый тоник летом на лицо, на дополнительное увлажнение тела для использования его в течение дня, если кожа пересыхает, использовать на пляже, когда вы меняете санскрины. И также это, не знаю, мне кажется, так делают уже все, но я использую это регулярно. На сгоревшей коже летом, мы, кстати, также записали видео, что делать, если вы сгорели. Вот это как раз идеальный спаситель на сгоревшей коже, на коже раздраженной. А напомню, да, то есть у нас в область декольте самая выдающаяся часть на теле, и, как правило, такое средство необходимо. Поэтому он и успокаивает хорошо, если вы сгорели, и увлажняет хорошо коллаген и алоэ, еще позволяют быстро заживить кожу, если это требуется, да, то есть после каких-то повреждений. Поэтому вот в летний период и для области шеи декольте у меня есть такие фавориты. Прекрасно входят во все процедуры, как на этапе очищения, так и как подготовка к аппаратным методикам, как подготовка к массажу. Гидролизат коллагена алоэ вера, я иногда, он хорошо распыляется, и я иногда его использую в массажных методиках на этапе, наверное, завершения массажа, когда мне уже не хватает скольжения массажного крема. Да, то есть в этом случае я просто увлажняю немножко, добавляю тонику, увлажняю поверхность, да, на которой работаю, просто дорабатываю массаж, чтобы не добавлять, не утяжелять массажным кремом, да, завершение процедуры, чтобы не было его очень много. Дальше средства, которые непосредственно идеально работают с разными проблемами в области шеи, декольте. У нас в прошлом году вышел идеальный, на мой взгляд, гель, моделирующий для нижней трети лица. Он не только активно работает со вторым подбородком, а он для этого сделан, оказывает прекрасный накожный лифтинг, убирает отечность, да, и еще очень хорошо увлажняет кожу. Его также можно использовать в аппаратных методиках, также можно использовать под маски в целях, на мой взгляд, экономии. Вот под кремовые маски, под вопросами, под маски, которые надо смывать или которым требуется еще какое-то дополнительное воздействие, под альгинатные маски и маски с окклюзией, он просто прекрасный помощник именно в работе, и дает явно выраженный эффект, да. То, что нам нужно, да, то есть это сосудопротекторы, плюс гидролизат протеина кукурузы, да, будет усиливать выработку и колобеда, и эластина, да, кофеин, прекрасный такой симбиоз для создания четкого контура и тонизации кожи. Обязательно требует к себе еще дополнительного увлажнения, если мы говорим о качестве кожи. Ну и один из моих фаворитов – это сыворотка интенсив омоложения, с ней знакомы практически все. Она выпускается у нас достаточно давно, и поскольку после уже вышли у нас абсолютно шикарные, новые хитовые бомбические средства, да, которые немножко затмили это средство, но я хочу опять к нему вернуться, да, потому что в составе клеточная фитокультура, да, то есть можно сказать, что это стволовые клетки яблока, да, то есть бета-глюкан, который оказывает очень хорошее действие на кожу, да, как омолаживающее, так и оздоравливающее действие, высокомолекулярная гиалуроновая кислота и гиалуроновая кислота с средней и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Сыворотка прекрасна на завершение любого вида пилингов, да, то есть вы все прекрасно знаете, что для завершения травматических процедур у нас есть отдельное средство, да, то есть гель-интенсив регенерация, которое мы по протоколу рекомендуем на завершение любого пилинга, повреждающих процедур, в том числе и инъекционная терапия, да, то есть и все, что связано с заживлением, татуажи и пилинги в том числе, да, то есть именно постпилинговое средство. Но мне нравится интенсив омоложение, когда закрывается пилинг, независимо от того, он поверхностный, серединный, именно при работе с возрастной кожей отлично тонизирует и нивелирует проявление морщин и действительно хороший эффект получается. И при постуходе, да, то есть в реабилитационный период после пилингов тоже дает хорошие результаты, хотя, допустим, в домашнем уходе, да, там после пилингов можно и другие средства применять, например, там пептидный концентрат, да, но не стоит забывать, что есть еще и вот такое вот средство, да, то есть для ухода за шеей дает значительно яркий эффект, именно можно сказать, что с первой процедуры. Также хочу уделить внимание, да, еще сыворотки, моделирующие актив лифтинг. А, мне сказала, что оба средства можно с аппаратными процедурами, которые мы с вами сегодня обсуждали, то есть их можно туда включать либо на этапе в микротоке, в электропорацию, да, то есть можно включить в саму процедуру как сыворотка. Также можно включать, да, и на завершающем этапе под крем, да, ну и в домашний уход. То же самое я хотела вот обратить внимание на сыворотку, моделирующую актив лифтинг, в составе которой есть полулан, кофеин, гиалуроновая кислота, да, тоже подходит под все процедуры, да, то есть электропорации, ультразвуковой терапии, да, там микротоки, как на этапе, да, то есть самой процедуры, так и на этапе под финальное средство, под финальный крем, да. А также эта сыворотка очень неплохо работает как под основу массажа, да, то есть если вы работаете, например, там по массажному крему или по сквалагу, там некоторые работают, да, там не под массажным маслом, которые надо будет удалить, а именно по массажному крему, то также для некоторых видов косметического массажа его можно использовать как подложку, именно в работе с областью шеи декольте. Прекрасно дает лифтинговый эффект, действительно, очень хорошо контурирует нижнюю, область нижней челюсти, да, то есть угла нижней челюсти, и дает хороший эффект на совокупности в области шеи декольте. Плюс я бы хотела вот обратить внимание, да, там на компонент полулан, который относится не только к хорошим увлажняющим компонентам, да, но еще и как компонентам, да, антиполюшен, это защита кожи, да, и восстановление гидролипидной мантии, да, то есть он относится к категории еще и вот таких компонентов. А то, с чего вот я, например, начинала, да, то есть у нас помимо особенностей, да, там кожи в этой области, анатомических особенностей, еще и, как правило, в области шеи декольте, кожа страдает от контакта с одеждой, да, и отсутствия как раз дополнительного ухода. И вот восстановление, поэтому смело можно использовать компонент, который является антиполюшен. Ну и основной наш хит, да, который можно использовать и в процедурах, не под аппаратную, под аппаратную косметологию омолаживающий концентрат 5-пептидов не используется, то есть можно его применить под финальное средство после всех манипуляций, да, если вы ничего такого не наносили, и в домашний уход. Идеальный вариант, опять же-таки, после, в постпилинговом уходе, да, для восстановления кожи, да, и дополнительного эффекта, так и в ежедневных уходах для улучшения состояния кожи. Здесь можно омолаживающий концентрат пептидный использовать в разных возрастах. Почему? Да, то есть в молодом достаточном возрасте он будет эффективно работать как такое со-средство в случае шеи-декольте, например, когда кожа шеи-декольте сгорела, да, и осень превратилась в такую сухую сморщенную бумажку, да, то есть после уже восстановления кожи для работы, да, то есть чтобы быстро вернуть коже предыдущий внешний вид, да, то есть можно прекрасно использовать курсом и в молодом возрасте. У клиентов старше 40, да, и 50, это может быть уже полноценный домашний уход, да, то есть ежедневный для поддержания и восстановления кожи. Также хотелось бы вот тоже обратить внимание, что кожа шеи-декольте очень часто страдает от быстрого похудения, это первое вообще, что страдает от резкого быстрого похудения, диет с отсутствием продуктов некоторых, да, то есть это безбелковые диеты, к сожалению, тогда и в молодом возрасте пептидные концентраты стоит использовать именно на ежедневной основе и средства с коллагеном в том числе для ежедневного применения. Также на что хотелось бы еще обратить внимание, да, летний период – это средства с наличием большого количества антиоксидантов, да, то есть сыворотка Сиэнерджи у нас вышла не так давно и является абсолютным, наверное, лидером среди антиоксидантных средств, да, потому что расширенный состав, несмотря на то, что заявлено, да, что Сиэнерджи, два вида витамина С, помимо этого в составе еще два мощных комплекса антиоксидантов, да, то есть это фосфолибидный комплекс с гидрокверцетином, плюс есть в составе ресвератол и фируловая кислота, да, а также набор обычных антиоксидантов, да, то есть это и витамин Е, и из экстрактов – это зеленый чай, поэтому это идеальное средство для ухода за кожей, шеей, декольте в летний период. Это и профилактика фотостарения, да, самое лучшее – это не обязательно, да, там использовать средства тотальной защиты, а еще и использовать антиоксиданты для того, чтобы профилактировать, да, это воздействие излишней солнечной активности. Поэтому в летний период это идеальное средство. Антиоксидантный коктейль Витаматрикс тоже один из моих фаворитов в летнем и вообще, наверное, в ежедневном уходе, хотя и как сметологу мне иногда нравится завершать им процедуры, потому что в составе есть еще вещества, которые дают такой вот небольшой эффект софт-фокуса, без блеска лишнего, но это визуально выравнивает тон кожи. Особенно это хорошо в летний период для тех, кто перестает пользоваться какими-то тональными кремами, да, и вообще для любителей каких-то лайт-версий, кто не любит тональные средства, но хочет при этом выровнять тон кожи. Плюс наличие антиоксидантов делают его идеальным ежедневным средством, поэтому тоже стоит на него обратить внимание, особенно в области шеи декольте. Большой плюс то, что он действительно еще и выравнивает тон кожи, не цвет именно, а тон кожи он очень хорошо выравнивает. Дальше сыворотка для лица True Baby Face из дочерней линии Niltek, это линия натуральной косметики ZEU, я иногда ее называю лайт-версией сыворотки C-Energy. Да, там нет дигидрокверцитина, там нет ресвератола, но там есть неоцинамид в хорошей дозе, витамин С в стабильной форме, плюс экстракты шиповника, календулы, ромашки и липы. Также она содержит фруктовые воды, из-за наличия вот этих вот экстрактов, она помимо антиоксидантного действия еще оказывает очень неплохой лифтинговый эффект. И вот про средства, да, которые мы говорили, да, что деформационно-отечный тип лица, она прекрасно убирает отеки. У нас ее оценили мужчины, потому что утренняя такая припухлость, утренняя пастозность очень хорошо уходит. Поэтому, да, то есть можно использовать еще в домашнем уходе. Я, если честно, иногда ее использую и в салонном уходе, именно под альгинатные маски для еще более лифтингового эффекта. Лифтинг на кожный, да, то есть не нужно обнадеживать немножко, да, я иногда такое говорю, хороший лифтинговый эффект, потом понимаешь, что, ну, немного не то, я говорю, да, не направлено на это, но она действительно дает хороший эффект. Плюс выравнивает тон кожи в области шеи и декольте, и поэтому она тоже может быть идеальна в работе с этой областью. Также хотелось бы обратить внимание на кремы. Почему все-таки мы стараемся именно в этой области, и почему сейчас я выбрала их только два, потому что оба-два прекрасных крема не оставляют следов на одежде. Мы сейчас говорим про лето, и, возможно, это одна из причин, так же, как одна из причин не использовать фотопротекторные средства на области шеи и декольте, да, то есть в быту, не на пляже, когда конкретно идут загорать, а именно ежедневно. Это поязнь испачкать одежду, иногда это офисная одежда, да, то есть практически всему большинство средств составляет след, да. Питательный массажный крем СПА Апельсин и базовый увлажняющий крем от Гильтек имеют ламеллярную текстуру и не оставляют жирных следов. На одежде очень быстро впитываются, при этом хорошо увлажняют кожу, да, и делают эстетически, ну, визуально ее гораздо лучше. Прекрасно закрывают все сыворотки, да, и помогают, собственно говоря, косметологу в работе. По питательному массажному крему все массажи, которые мы перечислили, кроме хиромассажа, который требует дополнительного скольжения, все другие мотивуляции прекрасно выполняются. Я иногда его позиционирую как массажный крем для миофасциального массажа, да, который очень часто выполняется на сухую, для некоторых японских техник, но для, например, массажа гуаша, если не обычное поверхностное лимфодренажное действие, да, а именно более глубокая проработка, да, он идеально подходит, у него хорошее для этого скольжение. Для классического массажа по Ахабадзе он прекрасно подходит, то есть времени его хватает, чтобы он полностью впитался, и я как на классику хватает от 20 до 30 минут. Мы говорим о классических массажах. Уже вот то, что идет больше 30 минут, его не хватит, он впитается. Но я уже вот как раз говорила об этом, что если вдруг вам чуть-чуть не хватает по скольжению, да, можно сверху распылить тоник коллаген, который алоэ вера с коллагеном, он прекрасно поможет вам доиграть массаж. Вот приходите на следующей неделе, кто в Москве, на семинар, покажу, как это сделать. У нас будет семинар, посвященный лимфодренажным техникам и лимфодренажным средствам компании Гильтек. И в плане процедуры покажу, то есть как можно продлить скольжение именно при помощи тоника на примере наших средств. И увлажняющий крем, он у нас базовый процедурный крем, который очень хорошо закрывает все процедуры и идеально подходит, опять же таки, для кожи, шеи и декольте. Направленного действия, да, то есть средства – это наши маски, которые прекрасно, я обещала немножко про них рассказать, да, то есть которые идеально сочетаются с процедурами в области шеи и декольте. У нас на завершение там микротоковой терапии в процедурах она была, да, то есть маска акваудовольствия. На завершение процедуры ультрафонофореза можно, да, то есть можно на завершение всех процедур. Плюс я просто с этим сталкивалась, если кто-то работает с РФ-аппаратами, вот наши коллеги, дорого получается в себестоимости под РФ-лифтинг использовать, да, но есть наши коллеги, которые для моих дорогих клиентов используют маску акваудовольствия. Сразу хочу сказать, не могу сказать, какие у них там монополярные, биполярные РФ-аппараты. Не знаю, просто знаю, что использовать, и видит прекрасный результат. А так это идеальная вообще маска для процедуры любой увлажняющей уходовой процедуры. И финальная маска, кто о ней не слышал, это, наверное, идеальная выручалка для любого косметолога, подходит практически на завершение всех процедур, в том числе и для процедуры чистки лица. Ну, ультразвуковой на завершение, во всяком случае, подойдет. Это используется для смеси гель для сухой нормальной кожи Нео и лосьон-концентрат Нео, который оба-два средства содержит фосфолипидный комплекс дигидрокверцетином. Смешивается в отдельной емкости. Тканевая маска вымачивается в любая тканевая маска. Ее можно делать самому, да, из какого-то нетканого материала, да, подойдет, на мой взгляд, любой. Главное, чтобы он был, ну, более-менее хорошего качества. А так есть уже готовые нетканные маски, да, для таких вещей. То есть вымачивается, наносится, закрывается в виде такого японского кокона полотенцем и оставляется на 15-20 минут. Мы получаем, у нас Ирина Викторовна как раз называет эту маску, как раз маска Золушки, кто-то по аналогии называет мать-невесты, но маска дает моментальные и действительно прекрасные результаты, в том числе в области декольте. Мы получаем прекрасную фарфоровую кожу и хороший тонус. И потихонечку перейду к защите кожи. Тоже многие уже знакомы с нашими кремами фотозащиты, да, то есть это мультипротектор SPF 50+, oil-free, у которого нет жировой основы. Он действительно не пахчикает одежду и хороший постпроцедурный крем в летний период. На особо такие повреждающие процедуры, да, там есть в составе не только минеральные фильтры, да, но еще и химические фильтры последнего поколения. Вы прекрасно знаете, что компания выбирает самые безопасные химические фильтры для создания фотозащитных кремов. И он не оставляет жирных следов, поэтому совершенно спокойно можно завершать процедуру и в области шеи декольте, не боясь также использовать ежедневно, даже не только у тех, у кого склонность, да, к обычной пигментации, да, но и для клиентов, которые пытаются защитить свою кожу от ультрафиолета. И наша новинка гель-праймер антиоксидант протекшн SPF 30 на основе химических фильтров тоже последнего поколения. Также хочу сказать, да, фильтры химические после повреждающих процедур мы его не наносим на кожу, да, только через день. В составе его есть альфа-липоевая кислота, да, и он прекрасно защищает кожу от солнца и идеально работает как средство под макияж. Он именно поэтому назван праймером и для ежедневного применения еще для жителей города ведет себя прекрасно. Плюс на шее декольте его абсолютно незаметно для тех, кто не любит именно средства фотозащиты из-за того, что они все равно дают небольшой такой вот белесый эффект. Мультипротектор, кстати, такого белого цвета не дает, несмотря на то, что у него фотозащита 50+. Да, и есть диоксид титана, поэтому он не дает такой белесости, хотя при выдавливании он белый. Гель-праймер абсолютно прозрачный и немного камуфлирует, на мой взгляд, морщины, поэтому идеально подходит как средство и под декоративную косметику, и под макияж.